МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ядерный университет и духовное наследие Сарова. Историческая конференция прошла в Сарфатейне Яумифи. Будь готов, всегда готов. Учеников лицея номер 15 приняли в пионеры. Я помню, я горжусь. В Сарове стартовала акция «Георгиевская ленточка». Далее расскажем по всем подробно. 250 студентов и преподавателей со всей страны собрала ежегодная Всероссийская конференция по истории России, Ядерный университет и духовное наследие Сарова. Всего студенты представили 52 доклада о жизни и работе выдающихся соотечественников. Из них 31 из Саровского физтеха. На заключительном дне конференции побывала наша съемочная группа. О жизни и работе выдающихся соотечественников, государственных деятелей, меценатов, ученых, изобретателей, педагогов, художников, писателей и актеров рассказали студенты Саровского физико-технического института на ежегодной Всероссийской конференции по истории России Ядерные университеты «Духовное наследие Сарова». Среди них Державин, Берин, Крубакин, Мосин, Горький, Есенин, братья Третьяковы. Мы рассказывали о Михаиле Петровиче Погодине. Это русский историк, публицист и литератор. Мальчик, который был крепостным крестьянином, а стал тайным советником Российской империи. Процесс у нас занял два месяца. Данный доклад мы готовили очень сердно. Оксана Валерьевна нам очень помогла в этом. Я верила в свою команду, разделила всем обязанности. Они все выполняли вообще идеально. Конференция собрала 250 студентов и преподавателей со всей страны. Студенты Оренбургской и Нижегородской семинарии рассказали об истории своих епархий. Студенты московской площадки МИФИ подробно рассмотрели историю отечественной физической науки, историю атомных проектов разных стран. На сегодняшней конференции, заключительном дне, моя группа представляла доклад о Михаиле Ильиче Кошкине. Это советский конструктор танков. Всем известен один из его танков Т-34, хотя он создавал множество других моделей. Наша группа была полностью подготовлена к сегодняшней конференции. Мы рассказали множество интересных исторических фактов. Два дня прошли в формате онлайн, другие два дня очно в аудиториях Саровского физтеха. Конференция собрала педагогов и студентов из 10 российских вузов. Среди них НИЯУ МИФИ, Оренбургский государственный институт искусств имени Ростроповичей, Самарский государственный технический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, МГУ имени Ломоносова. Жюри высоко оценила доклады. В жюри у нас представители разных вузов, Московского университета, СРФТИ, МИФИ. И они все высоко, очень даже, я бы сказала, высоко оценили работы ребят. В конференции принимают участие первокурсники и студенты третьего и четвертого курса. И вот вчера наше жюри такое на онлайн формате отметило, что работы очень сильные. Даже работы первокурсников не уступают работам четверокурсников. Всего на конференцию представили 52 доклада, из них 31 из СРФТИ. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним подписал Владимир Путин. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации. Также закон ужесточает правила оборота вейпов. Их приобретение станет возможным только в магазинах и павильонах. Выкладка и демонстрация устройства в точках торговли будет запрещена. Исключением станет ознакомление с продукцией по просьбе клиента. Скидки на вейпе также попали под запрет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. День молодежи теперь будут отмечать в последнюю субботу июня. Новую дату празднования установил Владимир Путин. Ранее День молодежи отмечался в фиксированную дату 27 июня. Вопрос об отмене конкретной даты был поднят на встрече главы государства со студентами, которая прошла 25 января. Одна из ее участниц обратила внимание, что часто День молодежи выпадает на будний день. И тогда ребята в праздник либо сдают сессию, либо работают. Педагоги Дворца детского творчества победили во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Галина Котова в номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности». Светлана Михайлова-Листрым в номинации «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности». Будь готов, всегда готов. Самой массовой детской организации нашей страны уже более ста лет. И несмотря на почетный возраст, интерес к движению пионеров не угасает. Вновь и вновь ребята спешат пополнить ряды пионерских организаций своих школ. Ежегодно в преддверии 9 мая школьные пионерские организации Сарова принимают в свои ряды новых участников. Открыл череду торжественных митингов по приему в пионеры 15-й лицей. В красной галстуке на шею здесь повязали 9 ребят. Стать пионером это для меня большая честь. Ну и так я хочу стать пионером, чтобы приносить людям добро, потом помогать старшему поколению, участвовать в различных благотворительных акциях и быть примером для своих товарищей. Я поступила в пионерскую организацию The Grace, потому что для меня это, во-первых, огромная честь, понимать то, что я часть такой сплоченной команды. Также хотелось творить добро для других людей, как старшего поколения, да и людей, которые не намного старше. Хотелось принимать участие в каких-то акциях, чтобы помогать другим. Пионерскую организацию Эдельвейс в лицее 15 основали в 2003 году. Сегодня в нее входят более 160 ребят. Ее главная задача – патриотическое воспитание детей. Члены Эдельвейса участвуют в различных конкурсах и акциях. Собирают консервные банки для окопных свеч, корма для животных, помогают ветеранам. По понедельникам во время торжественной линейки перед началом уроков пионеры выносят знамя. Мы совмещаем наше занятие с учебой. Каждый четверг мы собираемся на заседания пионерские. Там обсуждаем, что будем делать, в каких конкурсах участвовать. Сейчас пионеры Эдельвейса и опытные, и те, кто только принес торжественное обещание, будут принимать участие в акции «Георгиевская лендочка», а на День Победы вынесут знамя. После празднования 9 мая ребята-новички будут готовиться к вступлению в Союз детских организаций «Сияющие звезды». Я помню, я горжусь. В России стартовала акция «Георгиевская ленточка». «Саров» не остался в стороне. В клубах Центра внешкольной работы прошла серия мастер-классов для волонтеров. А уже 3 мая ленточки будут раздавать всем желающим на улицах города. «Георгиевская лента» – символ нашей победы, нашего единства. Она объединяет людей вокруг общих ценностей. Говорит о том, что мы помним и гордимся теми, кто защищал и защищает нашу страну. Ежегодно по всей России в преддверии 9 мая проходит акция «Георгиевская ленточка». Помогают в ее проведении участники общественного движения «Волонтеры Победы» и все желающие горожане. «Волонтеры Победы» проводят мастер-класс для участников, кто присоединяется к нам во всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Сегодня мы для волонтеров расскажем историю Георгиевской ленточки, кодекс и лозунг акции. И, конечно же, расскажем про имидж волонтера, как он должен будет выглядеть, когда раздает горожанам Георгиевской ленточки. И, конечно же, расскажем, где правильно носить и нужно Георгиевскую ленточку. И, конечно же, каким простым способом можно ее повязывать. В первый день акции к «Волонтерам Победы» присоединились активисты клубов Центра внешкольной работы и школьники. Екатерина Котина давно хотела вступить в ряды добровольцев, чтобы побольше узнать об истории нашей страны и почтить память своих родных, переживших страшное время Великой Отечественной войны. «У меня был прадед, который участвовал в Великой Отечественной войне, и прабабушка, которая работала в тылу». «Они тебе что-то рассказывали?» «К сожалению, дедушку я не смогла застать, а бабушка особо ни о чем не говорила». Цвета Георгиевской ленты означают военную доблесть и героизм, проявленный на поле боя. Черный – это цвет прахового дыма, оранжевый – цвет огня. Способов повязать ленточку несколько. Самые простые – это сделать петельку, бант или изящный бант. Относительно того, куда крепить ленточку, существуют другие правила. «Исключительно ленточку нужно носить на левую сторону, на лацкане пиджака, либо платье, на кофточку. То есть ни в коем случае ее нельзя ни на велосипедах, ни в волосах, ни как на машинах, на антенны завязывать. То есть тоже нельзя ни в коем случае. То есть существует один единственный способ, где можно носить ленточки – с левой стороны у сердца». 3 и 5 мая вечером волонтеры будут раздавать ленточки возле УПЦ Носилкина и около Ледового дворца. 9 мая утром ленточку можно будет получить у городской администрации. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Международный день Гарри Поттера отмечают во всем мире поклонники Патерианы 2 мая. Именно в этот день состоялась легендарная культовая битва за школу Хогвартс, а также закончилась Вторая магическая война. Гарри Поттер сумел победить темного волшебника Волан-де-Морта. Рассказала о мире волшебников писательница Джоан Роулинг. В ее книгах читатели ценят невероятный сюжет, детальное описание мира и проработанные мелкие детали. Легендарная битва за Хогвартс. Именно сегодня, 2 мая, все патероманы отмечают ключевое событие волшебной вселенной. Победу добра над злом в поединке Гарри Поттера со злодеем Волан-де-Мортом. Книги и фильмы о Гарри Поттере до сих пор любят во всех уголках земного шара. А что знают о мальчике, который выжил с Равчане? Читал, прям, чтобы вчитываться, три книги читал. Фильмы, вообще моя любимая сага фильмов. Во все игры по нему переиграл. Вот, недавно вышедшую тоже прошел. Я смотрел фильмы в жанре фантастика, но вот почему-то Гарри Поттер не цепляет вообще. Вот, ну просто представление даже. Я вот что-то слышал там о этом фильме, вот как-то не хочется просто смотреть даже. Читали, смотрели, очень нравится. А чем нравится? Своей атмосферой. Да, большая мультивселенная, большое количество персонажей, продуманный сюжет. К сожалению, не смотрел. А почему? Не доводилось. А хотите ли посмотреть, почитать? Пока нет желания. История о мальчике, который выжил, вдохновляет поклонников уже на протяжении двух десятков лет. Успех Поттериана обеспечили захватывающий сюжет, яркий характер героев и, конечно, магия. Но в волшебной истории заложено и немало глубоких смыслов и идей. Вечные темы противостояния добра и зла, преданной дружбе и любви, храбрости и силы характера. У Гарри Поттера и его друзей есть чему поучиться, как детям, так и взрослым. Грамотные, образованные, взрослые легко считают множество подтекстов в этой книге. У Джоан Роулинга есть множество отсылок к античности, к средневековью, и к истории, и к культуре, к алхимии, к астрономии, к различным другим наукам. «Гарри Поттер и дары смерти» – седьмая и заключительная книга в серии романов Джоана Роулинга о Гарри Поттере. В седьмой части главный герой и его друзья бросили окончательный вызов Волон-де-Морту и отстояли Хогвартс. А вместе с ним мир и спокойствие во всей магической Британии. В последней битве добро победило зло и положило конец войне. Памятный день, посвященный Гарри Поттеру – отличный повод перечитать книги или пересмотреть экранизацию знаменитой саги. А если вы еще не знакомы с этой волшебной историей, то сегодня самое время открыть для себя мир Поттерианы. Саров Трейл. Забег по заповедным тропам нашего города пройдет 7 мая. Принять в нем участие могут и дети, и взрослые. На выбор три дистанции – 5, 10 и 20 километров. Подробности далее. Проверить выносливость, крепость мышц и силу воли. 7 мая все любители бега нашего города вновь смогут принять участие в забеге по пересеченной местности Саров Трейл. На выбор спортсменов три дистанции – 5, 10 и 20 километров. Все они проходят по живописной местности. На длинных дистанциях для участников будут организованы питательные пункты, где можно будет подкрепиться. Все дистанции проходят вдоль реки Сатис. И дальше дистанции, которые 10 и 20 километров, уходят туда в сторону Баклашихи, Серебряных Ключей и Союзу. То есть захватываем лесной участок, живописный достаточно. И возвращаемся обратно здесь на лыжную базу. Старт и финиш дистанции всех будет здесь у нас на лыжной базе. В прошлом году в Саров Трейл участвовало около сотни саровчан. Причем большинство заявились на самую длинную дистанцию. Сейчас многие спортсмены уже начали подготовку к забегу этого года. Заявки уже присылают, и большинство опять хочет пробежать 20 километров. К забегу готовится и Максим Лобачев. В прошлом году молодой человек уже принимал участие в соревнованиях, пробежал 20 километров. Ставил себе цель выбежать за 1 час 50 минут. Преодолел дистанцию за 1 час 46 минут. Погода нас немножко так, скажем, обрадовала. В плохом смысле этого слова был дождик. То есть мы побежали, был дождь, потом был снег, потом даже град я почувствовал. Сложно было на самом деле. Но, тем не менее, в процессе бега, то есть как бы открылось второе дыхание. И только положительные эмоции. И я даже побегал по таким местам, которых являюсь хоть и родился здесь. Но в этих местах я даже не был. Помимо привлечения горожан к занятиям спортом, организаторы ставят себе целью показать, какая прекрасная природа в нашем городе и как важно ее беречь. Как рассказал Петр, при подготовке дистанции видно, как много мусора люди оставляют в лесу. Сначала спортсмены убирают его, потом размечают трассы, а через день-два снимают свою разметку, оставляя после себя чистоту. Большая просьба к горожанам. 6-7 числа будет размечена дистанция в тех местах, где я сказал. Большая просьба. Не убирайте, пожалуйста, ленточки. Мы сами все соберем после того, как участники пробегут. Потому что если вы убрали разметку с какой-то части дистанции, участники просто могут заблудиться и убежать не туда. Заявки на участие в забеге принимают до 5 мая. Форма есть в группе «Саров Трейл-2023» ВКонтакте. Всем спортсменам также необходимо предоставить медицинскую справку. Победитель на трех дистанциях получит призы. Кроме того, всем участникам вручат памятные медали. Мы приглашаем всех участников, всех горожан бросить вызов самому себе и преодолеть наши дистанции, которые действительно трудные, но очень интересные. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА